Здравствуйте, дорогие друзья! Маг, человек-гадатель, человек-предсказатель, врачеватель и много кто еще. Итак, пожалуйста, встречайте нашу замечательную Инессу Алиеву, с которой у нас уже далеко, не первая, а даже, наверное, не десятая передача. Здравствуйте, Инесса! Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте, радиослушатели и телевизорители! Наша тема сегодня такова. Геополитические ситуации в мире, катастрофы, важные события. Карты. Карты Ленорман, карты Таро, любые карты, любые гадания. Могут ли карты предсказать катастрофу, могут ли карты предотвратить нежелательные события в жизни людей и целых стран, народов, континентов и наций? Вот у нас сегодня такой вот интересный вопрос. Пару слов буквально об Инессе. Вот Инесса сама расскажет. Расскажите немножко для тех из наших, уважаемых радиослушателей, которые слушают нас впервые. Значит, что я себе могу рассказать? Ну, карты психолог, как Вы уже представили, маг, экстрасенс, предсказатель с большим стажем. Вот скажите, Инесса, какие вообще обычные обращения, самые частые обращения к Вам, как к специалисту в нетрадиционных сферах услуг, назовем это так, имеют место в основном? Вот что более всего интересует людей? С чем к Вам приходят? Ну, приходят ко мне с разными проблемами. Неважно, то есть это касается, что касается здоровья, что касается как бы личного плана, треугольники. Это касается тоже людей, которые как бы едут куда-то в дорогу посмотреть, как будет дорога. Естественно, это то есть как бы предсказание, просмотр ситуации. Ну, обращаются тоже с различными как бы заболеваниями тоже. Если немощна наша традиционная медицина, естественно, обращаются к нейтрадиционной медицине. Ну и как бы все остальное, то есть что касается всяких защит, что касается всяких амулетиков, что касается всяких во всех направлениях как бы защит. Ну, то есть, как бы естественно обращаются тоже по восстановлению как бы семей или каких-то вот именно решающих вопросов по семье. Понятно. А что у Вас лучше всего получается как у специалиста? Я знаю, что каждый маг, экстрасенс, он на чем-то специализируется. Какая Ваша специализация? Вот что у Вас получается, как говорится, от Бога лучше всего? В чем Вы чувствуете себя профессионалом? Значит, в чем чувствую себя профессионалом? Хорошо работаю, в принципе, с проблемами по здоровью, проблемами именно как бы с семьями, восстановлением семейного, как бы очага, то есть семейного вот именно, то есть как бы если какие-то есть в семье проблемы, очень хорошо, в принципе, разбираюсь, как Вы уже сказали. То есть, вот именно, то есть у меня неплохо, хорошо получается, как бы предсказание вот именно по картам Минорман. Делаю вообще защиты всякие, то есть очень хорошо тоже работает. Ну и, как бы, естественно, как бы, как психолог, как парапарапсихолога, работаю вот именно с человеком, то есть на восстановление его, как бы состояние, энергополе и тому подобное. То есть у Вас география большая, услуг, которые Вы оказываете, правильно я понимаю? Да, да, да. А стаж работы? Стаж работы более 20 лет, более, ну, то есть как бы за 25 уже перешло. Вот так вот. Понятно. Ну что ж, да, интересно, ну вот сейчас мы и посмотрим, что Вы умеете, и заодно это увидят наши уважаемые радиослушатели, потому что самое интересное, это всегда, конечно, практика. Говорить можно халва-халва сколько угодно, но сладко от этого не становится. Но когда человек, знающий и владеющий вот этими инструментами начинает прорицать, вот тогда и наступает сама терра инкогнито, весь момент, так сказать. Итак, телефон нашего прямого эфира 847-226-9956. Звоните нам, пожалуйста, отправляйте Ваши СМС с вопросами, мы будем на них отвечать. Вот абсолютно в прямом эфире. Итак, вот есть у нас уже, уже у нас есть звонок, не звонок, а СМС от Вероники Острич из Архангельска. Слава Богу, что мы интернет-радиостанции, нас слышат по всему миру. У нас есть наши дорогие радиослушатели, которые находятся и в Воркуте, и в Израиле, и очень большая география нашей станции. Итак, вопрос. Скажите, пожалуйста, что же мне предпринять в отношении здоровья, и как Вы видите мое сегодняшнее положение дел? Вот такой вопрос. Во-первых, мне нужна человека фотография обязательно, и нужно вот именно дату ее, число месяц рождения Вероники, чтобы я ее ответила вот именно по ее вопросу. Конкретно ее что? Вопрос интересует по здоровью конкретно что? Как ее будет в дальнейшем ее состоянии? Или какая-то есть у нее проблема? То есть, таким образом. Или просто, если она сейчас в эфире, просто чтобы она, ну, как-то была на эфире, и возраст мне нужен человеку. Так, сейчас. Возраст 43 года. Так, 43 года. Да, возраст здесь у нас есть. Человека на эфире нет, но возраст есть. Возраст есть. Так, еще раз, Владимир, повторите вопрос. Что же мне делать в личной жизни и в семье, и какие мне решения предпринять по здоровью? Все ли в порядке? Как я понимаю этот вопрос, все ли в порядке у человека со здоровьем, и какая семейная ситуация? Вопрос не очень четко задан, но... Да, действительно, вопрос не очень четко задан, но что я хочу сказать, здесь получается у девушки, Вероники, как бы не слишком плохое состояние по здоровью, но ей нужно обратить внимание, как бы, на сердце. Вот мы сказали, как бы, вот этот вопрос. И, наверное, или просто вот именно, как бы, рядом с сердцем находится, ну, наверное, это, скорее всего, еще и печень. Угу. Сердце и печень. Да. А по семейному плану вижу, как у женщины два брака. Здесь, получается, сейчас, на данный момент, какое-то свободное плавание. Угу. Понятно. И, так, а что ей делать, вот, в плане семьи? То есть, ей искать мужа, или что ей делать? Нет, ей, знаете, что, искать мужа, или что? Да. Нет, мужа ей не надо искать, он сам придет, в принципе, пока, вот именно, пусть она будет в этом свободном плавании, ну, то есть, как бы, человек сам, он припьется. То есть, это будет, или какое-то случайное знакомство. Или, ну, как бы, встретить человека где-то, как бы, случайно. Это будет, как бы, будет судьба. Понятно. Ну, а теперь перейдем к другим вопросам. Скажите, пожалуйста, как карты могут вообще повлиять на геополитические вещи, которые происходят в мире? То есть, могут ли карты предсказать какие-то катастрофы, могут ли они предсказать какие-то бедствия, и тем самым уберечь людей от каких-то проблем? Значит, что скажу, карты могут, как бы, передвигать ситуацию, если ко мне, вот, ко мне обращается человек конкретно, с конкретным вопросом, то есть, это я сказала, что люди, которые иногда собираются в далекую дорогу, и собираются куда-то или на отдых, которые щепотильно относятся к своему здоровью, щепотильно относятся к своей судьбе, особенно, когда люди летят с большим количеством, то есть, как бы, людей, там, 3-4 человека, то есть, семейство едет куда-то, значит, они приходят тоже, спрашивают, как будет дорога, как, то есть, как бы, пройдет или отдых, или, ну, то есть, будет благополучно. Да, то есть, как бы, это, это, естественно, это предсказывает, это смотрит по ситуации полностью, то есть, да, это видно, да, и предупреждаю, то есть, неоднократно ко мне очень много людей обращались по этим вопросам, да, как пройдет там поездка, как пройдет отдых, как пройдет, как бы, далекая дорога, то есть, таким образом. Что касается, вот именно, вы задали мне вопрос, могу ли я предвидеть ситуацию на картах какой-то катастрофы, или какого-то события, да, если конкретно человек мне задаст этот вопрос, да, определенно там, ну, то есть, как бы, на ту ситуацию, которую нужно, да, я скажу, ну, то есть, как бы, я буду видеть картину, которая может случиться, да, но эту картину я не смогу, может быть, остановить, то есть, она может и, как бы, идти судьбоносно, то есть, как предупреждение, то есть, я в какой-то степени предупрежу, но я не смогу туда вмешаться. Да, возможно, то есть, как бы, как бы, предупредить, сказать, что конкретно, да, там, ну, там, к примеру, поезд зашел с рельс, там, или самолет разошелся, или еще что-то, да. Да. Я маленькая, как говорится, букашечка в большом, как говорится, этом мире, да, то есть, да, если это кто-то чиновник или кто-то выше человека, говорится, да, он обратится, он может быть остановить. Но я предвидела, я ничего не могу это сделать, то есть, таким образом. Поэтому и все вот эти предсказания, они имеют свое значение, да, если хотя бы кто-то прислушивался или хотя бы как-то, да, на, как бы, направлял, тогда можно что-то, как бы, предвидеть и переостановить. Но бывают вот эти все, как бы, катастрофы, они имеют свое значение, они идут как предупреждение или как какая-то, какая-то отработка, то есть, это тоже очень большую роль играет. То есть, как бы, или определенно какая-то страна, если где-то это случается, может быть какой-то вызов. Или той организации, которая, ну, то есть, как бы, вот, к примеру, там, ну, вот, что касается по самолетам, значит, ну, то есть, это вызов идет, как бы, конкретный, что, значит, нужно обратить внимание на что-то, то есть, как бы, чтобы не было, ну, в дальнейшем каких-то проблем. И очень большую роль играет тоже момент вот этого всего происходящего, то есть, вы, как знаете, Владимир, что очень сильно играет затмение, то есть, неважно, солнечное или лунное затмение, на все вот это. Поэтому, ну, то есть, как бы, как я говорю, все в руках Божьих и плюс еще, ну, как бы, обстоятельства сами. Ну что ж, у меня к Вам еще вопрос. Вот, скажем, самый главный вопрос, к которому к Вам обращаются по поводу погадать, это какой? Когда я выйду замуж? Нет, не только. Обращаются, Владимир, ко мне, в основном, большую часть, вот именно людей, большая часть, обращаются, посмотреть ситуацию, есть ли какое-то воздействие негативное, это в первую очередь, то есть, то есть, есть ли на человеке, там, порча, сглаз, проклятие, так же, как нравится и испуг, то есть, вот это тоже смотрят, и очень много ситуаций смотрят, ну, то есть, как сложится в дальнейшем судьба, или какая ситуация, по ситуации тоже, то есть, в какой-то момент, ну, то есть, вот, или там новое начинание какого-то дела, то есть, ну, вот таким образом, поэтому, и, ну, естественно, то есть, тоже малоряженого, тоже, можно ли посмотреть, ну, то есть, как бы, если семейный человек пришел в дальнейшем, изменяет, не изменяет муж, будет ли все хорошо, ну, то есть, вот такие житейские вопросы. Понятно. Инесса, у меня к вам вопрос. Что говорят карты по поводу катастрофы вот этого российского самолета? Отчего это произошло? Могут ли карты ответить на этот вопрос? Значит, вот буквально где-то два дня назад у нас, меня спонтанно просто словили, я была в дороге, я ответила, я сделала просмотр, карты ответили, что это технические неполадки, то есть, халатность немножечко, как бы, самой авиакомпании, то есть, Навально не досмотрели, как бы, не двигатель, а там, а что досмотрели, забыла, ну, как бы, неполадки, вот, именно, как бы, технического. То есть, там, не сбили ни террористы, ни террористы? Нет, 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 нет. Здесь еще тоже, то есть, как бы, я хочу сказать, вот, я, как и говорила, то есть, здесь вот именно даже, вот эта случившаяся авария, она дает вызов, то есть, вызов, в первую очередь, то есть, России, и плюс еще той авиакомпании, чтобы, ну, то есть, как, немножко спохватились, то есть, что, может быть, еще что-то хуже. Еще хуже, может быть, что-то? Что же, может быть, хуже для авиакомпании, когда самолет упал? Ну, знаете, что, очень много у нас самолетов, да, российских, они, как бы, выполняют чартерные рейсы. Естественно, эти самолеты там были, да, которые очень много лет прослужили. То есть, более ответственно относиться ко всему, ну, то есть, как бы, просмотру, или, ну, то есть, перед вылетами, вот это, как бы, проблема. Понятно. Ну, что ж, ну, а теперь давайте попробуем взять карты, и вот такой я вам вопрос задам. Вот вы говорите, к вам обращаются, есть ли на человеке порча, или там какие-то негативные там моменты, да, хорошо ли человек защищен, хорошо ли работают ангелы-хранители. Ну, давайте в прямом эфире посмотрим то же самое, например, со мной. Что у нас происходит в этом плане? Ну, а я пока напомню, что у нас сегодня в эфире Инесса Алиева, таролог, рунолог, маг, экстрасенс, парапсихолог, просто хороший человек, Республика Беларусь, город Герой Минск. Телефон прямого эфира 847-226-9956. Звоните нам, пожалуйста, на волнах радиостанции Сангейтс, передача Терра Инкогнито. Я ваш покорный слуга Владимир Гершанов. И еще раз Инесса Алиева, человек, который профессионально разбирается в том, что мы называем потусторонним. Итак, что же говорят там карты Инесса? Значит, что я вам хочу сказать, Вова. Вы, в принципе, очень честен. Нет негативчика, нету. Я вам даже просто покажу карту, вы увидите. Смотрите, то есть ничего негативного, ничего плохого нету. Единственное, что у вас поддается с глазу, ваш ребенок, ваша дочечка и супруга. Но это больше даже, в принципе, наверное, от вашей супруги исходит. Ну, то есть, как бы энергетика немножечко затронута вот именно к супруге. Да? Да, девочка вообще вот она сама по себе как бы защищена. То есть, вы, наверное, просто ставили для себя и для своей семьи защиты, хорошая защита. Потому что, в принципе, от вас, как бы, зеркальная идет, то есть, откатка. Оно конкретно, как бы, вот оно, человек смотрит, как говорится, зеркало и обратно возвращается. Ну, да. У вас, ну, очень хорошая защита. Но доченька немножко сглазливая. Поэтому, в принципе, да, если даже куда-то вы идете на какие-то большие мероприятия, я думаю, что у вас, в принципе, в Америке это не заведено. Ну, то есть, как бы, все так, скептически все относятся ко всему вот этому. Поэтому, ну, есть же разные глаза, есть разные люди. Поэтому достаточно того, что ее как похвалят, достаточно или просто ее там, ну, с ней поиграются, человек может ее просто злазить. То есть, ну, девочка будет чувствовать себя или плаксивой, или дискомфортной. Ну, и какое-то вообще будет состояние не очень такое доброе. И что бы вы порекомендовали, чтобы избежать этих казусов? Значит, просто-напросто вы ей берите с собой защитки какие-нибудь. Ну, то есть, вот, ту защитку, которую, вот, как бы, я передавала. Вы, в принципе, можете, вообще маме лучше всего протирать ребенка после любого посещения там... Общественных мест. Общественных мест, да. Желательно нижним бельем. То есть, это может начать... Обратные стороны подола, да. Да, да, да. Ну, по часовой стрелке три раза. То есть, или еще вариант, то есть, как взять, вот, именно, над головкой просто соль и повозить. То есть, ну, можно сказать... Пакет с солью или в мешочек, или как? Нет, вот, взять щепоточку в пальчике матери и по часовой стрелке, вот, именно, то есть, как бы сказать, то есть... Щепотку соли? Щепотку соли, да. То есть, ну, можно сказать, откуда пришедшее, туда можно ушедшее. И можно бросить, включить, если есть газ, то есть, чтобы был огонь на огонь. То есть, это моментально, это тоже... Ну, газ, слава богу, есть, так что... Так что, например, электроплиты, наверное, электроплиты тоже можно. Я имела в виду, чтобы... Я понял, чтобы соль сгорела, это. Да, 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 да. Или еще вариант, возможно, взять просто-напросто булавочку, да, я думаю, что мы все знают со стариной, да, заколоть, вот, именно, чтобы головка была вниз, как бы находилась, да. И еще очень делается хорошая защита, она на Пасху, короче, заговаривается булавочка. И можно, если люди не знают там заговорок, можно очень хорошо прочитать молитву Отче Наши Куприану Устине три раза. И само, вот, примерно, как бы, дырочку, да, игол этой булавки, да, воском накапать, чтобы был такой гладик, да, внутри, получается, этого... Булавки. Булавки, да. И ее постоянно носить, но ее стирать нельзя, потому что до тех пор, пока будет там находиться воск, до тех пор, то есть, это будет играть как защиту, роль. Ну, и, естественно, очень хорошую, как бы, защиту имеет та же самая рука Хатимы и глаз Хатимы. Ну, то есть, это вы тоже знаете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...